Вы построили магазин, уникальный в своем роде, но он один, да? Да. Есть ли у тебя планы? У нас была задача построить один. И была задача, я так и предполагаю. Но вот на данный момент, спустя уже какое-то время, есть ли, может быть, мысли как-то это масштабировать? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Окей, просто хочется понять, почему. Смотрите, вот видите, вот все в одну полочку. Можно поставить две полочки, как вот здесь. Вот прямо даже здесь еще есть куда все расширить, улучшить. И так далее. Есть количество алкоголя, произведенного в мире, SKU, они 150-200 тысяч. У нас всего один. Можно ли сказать, что это часть инвестиционного бизнеса? То есть как-то партов. Так и есть, да? Да. То есть, по сути, ты инвестируешь? Ну, за этим магазинчиком пятитысячный склад, и там пару десятков человек сейчас пакуют заказы. Можно ли назвать, что Евгений Чичваркин инвестор в этом? Да, так и есть. Круто. Я так и на карточке писал раньше, да. То есть магазин – это способ, так сказать, продажи, но при этом за этим стоит инвестиционная деятельность. Да, 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 это инвестиционная деятельность, но где ты сразу выставляешь, грубо говоря, что ты хочешь за свою инвестицию. Это среднее между, еще раз говорю, какой-то арт-галереей, арт-фондом, комодитис и просто обычной лавкой. Не, ну это очень круто, как по мне, потому что предыдущие 10 лет я занимался именно инвестициями. Такой вопрос, а можно ли тогда с вами соинвестировать каким-то образом? Да, есть винный фондик, хотите, заходите. Хотим. Не мы одни? Да. Может быть, найдутся люди, которые все-таки захотят? Все кратко про него поговорить. Мы сделали первый забег, он оказался очень удачный на маленькие деньги. Продается, понятно, все это также через магазин. Как это выглядит? Да, сейчас мы перебазируемся в DeLover. Как это выглядит для инвестора? Что ему предлагается? Может быть, какие-то проценты? Может, смотреть, как и что мы. Минимальный билетик 500. Тысяч фунтов, да? Грубо говоря, так как эта компания выстроена либертарианцами, все, что закупает закупщик, он получает процент в момент, когда это продается только. У него нет зарплаты. Менеджер, тот, кто продает это, получает процент, когда это продается, в момент продажи. Менеджер получает со всех свой маленький процент магазина. То есть, грубо говоря, в момент продажи три комиссии приземляются в три разные кармана. А команда закупает та же, у нее такой же процент. То есть она не видит, что деньги делятся между инвестором и нами. И нами как магазином. Ну да, я понял. Магазин, как агент, продает, получает свою комиссию. Ну, там, грубо говоря, она половинница. Половина остается инвестором, половина остается магазином. То есть вы 50-50, да? Ну, грубо. Да. Грубо, да, окей. Аэрар хороший, но я не хочу сейчас. Окей. Горительство будет идти. Это бутылка восьмая, наверное, которую мы продаем. Из Magnum. Больше было смешно, у нас был Magnum 66-го, цена 24 тысячи. 16-й год, наверное. В хорошем состоянии. Приходит один наш Forbes-лист. Он говорит, вот тут что живем-то выпить. Я это покупал, ну, не понимаешь, да. Ты еще тогда у меня под стол еще ссал. Это я это покупал, еще как, 2-3 тысячи. Он ее в любом-то покинул. Ну, тайский доступ. Я говорю, то, что она стоит 24, она должна стоить около 30-ки. А если вы сейчас не возьмете ее, поставлю ее за 30-32. Потому что что-то давно мы ценами. Ты вообще на бизнес. Ну, окей. Посмотрим. Я говорю, я пришлю смс-ку, когда продадим. Я говорю, можно цены в базе поменять, поставьте 32. Две недели. Да. Две недели. Нет, нет. Какой инвестпродукт, как обычно бывает. Либо человек покупает конкретный. 5 плюс 1 плюс 1, потому что у нас долгие циклы. 5 плюс 1, да. Человек покупает. То человек за собой держит право на конкретные бутылки. Или он как limited partners, обструктура. То есть он инвестированный под фондом. Ну, да. Акции такого своего класса, которые потом просто реализуются, когда в какой-то момент эта часть заканчивается. Будет следующая часть. А если человек хочет выйти по мере продажи, он получает это все ему. Ну, да. Огружается. Когда весь цикл заканчивается, у него выкупают остатки. Я понял. То есть он там условно не держит. Классический фонд. Классический фонд, да. Так как это можно было бы сделать короче, но мы же не нефтяными фьючерсами торгуем, которые можно сегодня купить, завтра продать. Здесь единственная проблема, это там, грубо говоря, невозможность оценки моментального стока. Поэтому мы его оцениваем по закупке. И невозможность эффективного быстрой продажи. То есть если ты даже очень все хочешь круто продать, это все равно, ты должен выбрать слот какой-нибудь на гонконгском Сотбисе или Кристисе, туда это все продать. Но у нас в целом так работает этот канал, что это даже и не нужно. Этот канал качает нормально. Это, кстати, всегда вопрос у инвестора, да, сбыт. Где сбыт? Мы начали от сбыта. Сбыт моя изначальная профессия. Это то, что мы умеем. И мы платим достаточно большие комиссии. Если вот даже сейчас, грубо говоря, вы сделаете заказ онлайн, скажете, что мне нужно срочно, и этот центр Лондона вам за час довезут, несмотря на то, что это перед Рождеством. Если сейчас позвоните, Максим со второго звонка возьмет труп. Здесь все заточены. Здесь там 7 или 8 человек новых пришло, и у них нет своей клиентской базы. Глаза горят и полный рот слюней. Чистый капитализм. Ну, как мы любим. Рэндизм в неразбавленном виде. Есть ли какие-то цели по капиталу фонда? Мы будем смотреть, чтобы был нормальный RAR. Мы абсолютно не жадные. То есть, чем больше капитал у фонда, тем больше возможности, больше ассортимент. Ассортимент должен рождать какое-то пропорциональное увеличение кэшфлоу. Мне бы не хотелось, чтобы это было меньше 12 или 11 процентов. Мне бы не хотелось, мне бы там уже дальше некомфортно. Ну, у меня там тоже есть своя часть большая. Пока это значимо больше, поэтому мы можем туда еще догружаться. Круто. Условно... Мы бы уже загрузились бы по полной и вообще ехали бы на другом ошелоне. Условно, если фонд соберет, например, 100 миллионов фунтов. Если будет такой оффер, то, скорее всего, нужно будет какую-то значимую часть этого реструктурировать в другую компанию, где 3 года не будет выставляться цена, а будет только собираться, чтобы не было капитал гейн, потому что и тогда через 3 года только начать продавать. Столько, наверное, по закупке мы не прокачаем без значительного падения возврата. Лондон резиновый. 27 квадратных метров сигарный магазин продает на 10 миллионов. Здесь емкость бесконечная. С этих 700 метров ты можешь продавать любое количество... Воллайто, слава говоря. То есть у нас был один день, прям к 10 утра подошла группа китайцев, которые высадили просто на уровне гласа, это мощно. Да, за час они сформулировали заказ и через час 20 они выезжали из Лютона. Нам должно было приземлиться на круг миллион 300. Счет, что быстро можно облатить такие деньги, пользуются счетом в казино. Они ошиблись ни с того счета, и оно не пришло, но мы поверили, потому что мы поняли, кто это. И от нас ехала машина, и машина ехала в Лютон, а деньги еще не пришли. Да. Когда с правильного счета приземлились деньги, это было за 20 минут до выгрузки. Через час 20, как положено, они взлетели в неизвестном направлении. Ну да, это и есть масштабирование. То есть вопрос мой был про масштабирование типа как в обычном представлении, так сказать, вширь, а это масштабирование как бы в глубину туда. Я всегда это говорю. Здесь по ассортименту возможности бесконечные у города Лондона, возможности платить, бесконечные, бесконечные. Наташ номер один, номер два, номер три, неповторимые абсолютно, очень хорошего года, феноменального соответственно качества. Остальные цены за бутылку, но здесь есть вещи, которые просто с рынка выпали абсолютно, как там 2005, 2005 его нет, например, на рынке. Его видно по соседним, да, что его... 88 резерв, он где-то, наверное, 50, 50, наверное, стоит. Вот 2004 тоже резерв. Это не то, чтобы музей. Я не ебукал Дуна, чтобы это пить каждый день. Угу. Вот. Я же тебе говорю, какой вот и фас. Я, наверное, штук пять потом нарежу. Вот, но в целом мы можем найти феноменально вкусную бургушку за 200-300 ее высадить. Ну, грубо говоря, если ты эту бутылку выставишь, не знаю, на 100, она будет, наверное, на обложке. Да. Но в итоге, чтобы подфиналить... Мы продали Великобританию, нам эта страна должна сейчас на карточку купить. Сто процентов. Сто процентов. Ну, так нет. Так, мне кажется, и мы должны отчасти, не так ли? Мы, мы нормально платим здесь. Да? Ну, вы платите, окей. Да херище платим, да херище просто. Я этой стране ничего не должен, она мне должна. Все, окей, зафиксировали. Но я этой стране должен. Я хочу отплатить. Это для меня было вообще изменение жизни настолько кардинально. Не могу передать словами, возможно, раскрою в следующих выпусках. Вот. Мы, мне кажется, все раскрыли. Да, на сегодня. Спасибо тебе огромное. Да. Спасибо.